А теперь самый главный вопрос. И никто его не задавал так, как задаем мы сегодня в нашем фильме о Ельцин. Был ли как-то мотивирован разрушать оборону? Именно он, Борис Ельцин. В конце 90-х годов в КГБ СССР, в отделе, который занимался его преступлениями, нашли счета Бориса Николаевича Ельцина в банке Дель Готарда. Швейцарский банк. В швейцарском банке. Это Женева. Кстати, тогда же известная журналистка Клэр Стерлинг передала мне документы. Ввезла этот валютный запас Советского Союза. По личному решению Горбачева был отправлен все тот же банк Дель Готарда. Речь шла о десятках тонн. Меня можно спросить, почему это не расследовалось? Потому что расследовать это не давали. Все ребята до единого, кто имели отношение к расследованию, то, о чем мы сегодня говорим, все были уволены. Все без исключения. Я считаю, что каждое такое заявление должно подкрепляться каким-то новым расследованием. Да, конечно. Поднятием старых документов и так далее. А вот сейчас этим и занимаются наши швейцарские коллеги, потому что живы те журналисты, которые рассказали Калинченко о том, что золото в этом банке, а тогда не дали. Я знаю ситуацию и историю с банком Дель Готарда. Действительно, в этом банке были открыты счета на Ельцина и на членов его семей. Но не самим Ельцина. Эти факты были установлены в ходе расследования швейцарской прокуратуры. Да, счета есть. Но и знали о них Ельцин. Вот как протоксально бывает. Ну, насколько я помню, было установлено, что какие-то проплаты с этих карточек. Там были не только счета, но и оформлены на них кредитные карты. Этими кредитными картами пользовались. Члены семьи Бориса Николаевича. Члены тогдашней монаршей династии. Но надо сказать, что речь идет о суммах по сегодняшним меркам, тем более, достаточно смехотворно. Если бы было принято решение на Политбюро в 87-м году, надоест им Горбачев со своей антиокровной компанией, со своей супругой, выберем молодого Ельцина, поставим его президентом. Я уверен, что он спокойно пришел бы. И союз был бы целым. И союз до сих пор был. Но он депутатом, кстати, Ельцин. Куры были бы точно в каждом магазине. Это здесь я не сомневаюсь. В Сыдловской области он объездил 200 ферм за свои 10 лет, посел каждую. Когда я с ним спорил, зачем вы в такой должности ехали на птицеферму, сотни тысяч километров там, чтобы только посетить, чтобы там вручить там доярные часы, чтобы узнать то, чтобы вы об этом уже все знали у других. Достаточно 2-3 фермы посетить, и все. И что он отвечал? Нет. Я пообещал, что я всех посещу. Он мне хвалился, что он врачом всего Ленина. 50 томов два раза Борис Николаевич. Да его один том, надо считать, 5 лет. Материализм и империя критицизм. Это действительно критицизм. Если 50 томов мучиться, это невозможно. Но вот эти 2-3 года жизни среди народа, когда он видел, как его предали его бывшие соратники, в поселке, где он жил в Успенском. Министры все знают, Башилов там, другие министры большие. Все его знали. И он приходил в баню. Все быстренько вдруг неожиданно дела-дела. Из бани уходили. Приходил в магазин, становился в очередь. Раступался. Тоже вся очередь уходила. Пропускали его первым. Давай, бери и уходи. И наоборот, когда простой народ весь не упомянулся, когда стали его на руках носить, это вот его сломало, что в конце 1994-го он уже мог стать тем Ельцином в расцах 86-го года, но не мог дать его. Три года демократии его сильно воспитали. Свидетели обвинения прямо указывали о том, что это связано с небезызвестной компанией Мобитекс. Реставрация Кремля, это уже более позднее. Конец 90-х годов. Но счет был. Да. Мобитекс, фирма, которая реставрировала Кремль, господин Покали. Да, бюджет Покали. Албанец по происхождению бюджета Покали создал строительную фирму Мобитекс в Швейцарии в июне 90-го года. В 1992-м у фирмы Мобитекс появился филиал в Москве и контракты на работу в Якутии, где Покали познакомился с Павлом Бородиным, будущим управляющим делами администрации президента Ельцина, а тогда мэром города Якутска. Бородин стал управ делами в 1993-м году и скоро фирма Мобитекс получила контракт на проведение в Москве реставрационных работ на таких объектах, как здание Дома правительства Российской Федерации, Государственная Дума и комплексы зданий Московского Кремля. Весной 1998-го года советник банка Далькатарда Филипп Туравер обратился в швейцарскую прорезу в прокуратуру с заявлением, что представители Мобитекса перевели около 60 миллионов долларов на счета ряда граждан России, включая президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Кстати, по этому делу я впервые услышал... А они не понимают, что... Андрей, прошу прощения, допрашивал юриста по фамилии Розенберг. Вот он обеспечивал сделку с западной стороны. Я подозревал, что он работник израильской разведки, по общению с ним. Он впервые ответил, что слово «откат». Я знал, что есть взятка. Это я понимал. Я его спросил, что такое откат. Он сказал, что мое вознаграждение за обеспечение этой сделки. Я его спрашиваю, сколько же была ваша доля? Это официально в протоколе. 20 миллионов долларов. Получил их что-нибудь? Нет, сделка была не завершена. В заявлении Туровера высказывалось мнение, что переведенные 60 миллионов долларов были комиссионными за получение МАБТЭКСом выгодных контрактов, прежде всего, на реконструкцию московского Кремля. Тогдашняя позиция швейцарской прокуратуры заключалась в том, что эти счета были установлены. Никто никогда их не оспаривал. Я помню, как в 99-м году я сделал интервью и опубликовал его с ключевым свидетелем по делу МАБТЭКС, через которого, как считалось тогда, в том числе шли определенные проплаты. И он прямо заявлял о наличии этих карточек, об открытии счетов, проводил прямые параллели между Поколи, банком-далегатардом, МАБТЭКСом и Кремлем. Но, вновь повторяю, речь шла о суммах, не имеющих ничего общего, с огромным объемом золотого ли запаса, а уж тем более с суммой 7 миллиардов тех еще долларов. Вообще о Туровере я узнал от Карла Дель Понта. Генерального прокурора Швейцария. Да, как ситуация разворачивалась. Это был 98-й уже. Она приехала с официальным визитом, ответным сюда, в Россию, и отозвала меня в сторону и спросила господин Скуратов, вот у меня есть материалы о коррупции в России на самом высоком уровне. Вы будете по ним работать? Я сказал, что буду работать. И когда я эти материалы получил, уже там фигурировала фамилия Туровера. Он вообще сам работал ведь в банке Дель Гатарда. Там-то и дело. Да, и когда мы его допросили, у него был уникальный материал по всем нашим чиновникам. И какие фамилии там были? Чубайс фигурировал? Нет, кстати, Чубайса там не было. А кто? Помимо управ делами президента. Бородина. Бородина. Всех его замов. Работники МИДа. Но мы составили длинный список. За что им платили? Ваше предположение. Все люди, которые проходили через этот банк, так или иначе с криминальным окрасом. Где-то брали. То есть это не только счета Покалет? Да, это не только счета. А в том числе и счета нашей элиты? Да, заразная. За сдачу оборонных заводов? Там было по Марийскому машиностроительному заводу. В общем, материал был уникальный. Завод Яшкорали – это секретное производство, это ракеты? Да, да, совершенно верно. Я вот первый раз слышу, что кто-то хорошие деньги получил за то, чтобы нас уничтожили. Нас пытались обанкротить пять раз. Президент тогда назывался, сейчас он глава правительства республики Леонид Игоревич Маркелов. Он нас помогал спасать, чтобы нас не растащили. Нас не стоял за вас, Маркелов. Стоял, да. Ситуация была очень оригинальная. За 91-92-й выполнение госзаказа нам ни рубля не дали. Технику мы сдали. 93-95-й год, то, что называлось госзаказом, мы выполняли, но денег не получали. В одном из годов, это был 96-й год, у нас была интересная ситуация. Мы смогли выдать заработную плату, две трети, месячной по объему, один раз в году. Все мне задают вопрос, а как вообще-то вы там, в болоте вашем, выжили? Ну, ответ очень прост. Просто у каждого есть земля. Сад, кто называет там, огород. Да, 6 соток. Да, 6 соток. Вот они и кормили рабочих. Только на них и выжили. Мы не продали ни одного станка, не продали ни одного квадратного метроплощади. Так что вот был даже интересный случай. Приехал некто, Сеин Владимир Иванович. Представился, что полковник ФСБ, что якобы он из Кремля. ФСБ засуетились, звонят мне. Генерального директора Юрия Мироновича не было, что прими вот такого-то, но не знаем, зачем он приехал. Ходили по обрабатывающим цехам, по сборочным. Под конец он мне говорит, так я, говорит, что-то ничего не нахожу. Где у вас что демонтировано-то? Мест нету заметно, чтобы станок стоял и его не стало. И нету заметного, чтобы верстаки стояли и их не стало. Я говорю, ты, Владимир Иванович, что ищешь ты? Да вот, говорит, у меня письмо есть на трех листах написано, что у вас, говорит, только забор остался, все остальное продали и увезли. Анонимка? Анонимка. Марийский завод – одно из двух головных предприятий концерна «Антей Алмаз». С-300, С-400, сейчас на подходе С-500. Лучшие ракетно-зенитные установки мира. Уничтожить. Деньги за уничтожение завода, вот они, в Швейцарии. До сих пор ведь на счете лежат, что интересно. Рабочие выживали в 90-е тем, что кормили их приусадебные в участке, а концерн работал. И Марийский завод работал, и ничего не продавали. Но все было для того, чтобы уничтожить. Почему нужно уничтожить нашу зенитную ракетную оборону? Это все понимают, что другой такой в мире нет ни у кого. Потому что Соединенные Штаты имеют тактические ядерные бомбы на самолетах. А у нас тактическое ядерное оружие находится в Европе. В Голландии, в Бельгии, в Германии, в Испании и в Турции находятся самолеты Соединенных Штатов, или же даже национальные самолеты этих в РВС. Но американское ядерное оружие, система ядерного планирования НАТО и обеспечение летчиков полетным заданием, все это является предметом нарушения договора о нераспространении ядерного оружия. И это означает, что эти самолеты выполняют стратегическую задачу, потому что ядерные авиационные бомбы, в случае желания Соединенных Штатов их применить, будут применены быстрее, чем сюда прилетят баллистические ракеты. Но баллистические ракеты, их старт будет зафиксирован, а эти самолеты пролетят как самолеты. Никто же не будет знать, что они внезапно оснащены ядерным оружием. Единственным способом защиты от этого вида нападений С-300, С-400. С-300, С-400, перспективное С-400. Их надо было, то есть завод убить. И не важно, ядерные у вас боеголовки, ядерные бомбы. А вот теперь представьте, пожалуйста, какой же ценой на самом деле выживали коллективы, это не только ведь директор, рабочий, прежде всего инженер. Антей Алмаз сохранил весь свой потенциал. Но все было сделано, чтобы уничтожить предприятие. И люди, еще раз, не получая зарплату, с приусадебных участков кормились в 90-е годы и не уходили никуда. Это подвиг людей. Но это и подвиг тех руководителей, которые во всей этой ситуации прорабатывали шаг за шагом инженерные задачи, которые позволяют нам сегодня делать уже С-500. И есть большие секреты и большие наработки, которые обеспечат качественный скачок, гораздо более сложную систему, но уже противоракетной обороны на базе принципов, разрабатываемых в Алмаз-Анте. Ваше предположение, в каком году был открыт счет на имя Бориса Ельцина и членов его семьи? До Покали? Просто они, члены семьи, назвали эти цифры Покали? Или Покали открывал? Я эту деталь сейчас не помню, но я знаю, именно господин Поколли наполнял этот счет. То есть для следствия было важно, что эти деньги исходили от Поколли. Более того, в записной книжке, которая была найдена, у Поколли было написано подряды кремлевские и три фамилии. Ельцин, Черномырдин, Бородин. Расписывался Ельцин где-нибудь за этот счет? Я думаю, что нет. Но раз пользовались кредитными, именно он, Борис Ельцин. Да, он пользовался, но он пользовался в незначительных объемах, в отличие от Татьяны Диченко. Та гуляла во всем. Да, не отказывая ни в чем себе. Дело Поколли. Как-то мы о нем не говорим, а ведь счета-то остались. Счета-то есть и сегодня. Борис Ельцин ушел из жизни. Но счет на его имя предполагаю я, Андрей Караулов. И сегодня в банке в этом швейцарском существует. Ну, безусловно, грустно, когда проверяешь следственный изолятор и видишь, что он заполнен людьми, которые украли по 5-10 тысяч рублей. И в то же время другие люди, которые нанесли национальной безопасности нашей страны, находятся на свободе и даже не под уголовным преследованием. Каждый такой факт должен тщательно расследоваться, формироваться следственные оперативные группы, которые во взаимодействии и с Интерполом, и с другими механизмами должны добиваться восстановления законности и справедливости. Я не думаю, что Поколе действовал в широком политическом Был связан с кем-то, с разведкой или с американцем? Да, конечно, я этого не думаю, хотя само по себе появление в качестве главного подрядчика Косовского-Албанца... Как будто у нас не был реставратор. Да, более того, работали-то наши реставраторы. Только в том-то и делали. Совершенно верно. А он, как генподрядчик, собрал все деньги и даже были факты, не выплачивал вовремя зарплату. По 8 месяцев задерживали, а Илье Сергеевича Глазунова, не знаю, как сейчас, но, по-моему, до последнего времени. Так и не заплатили. А народный художник Советского Союза принимал участие в возвращении большому кремлевскому дворцу того вида, который он имел. Нет, не заплатили. А вообще Бородин с Поколе познакомился еще по якутску. Большие суммы были у Ельцина на счете, у семьи? Ну, вот то, что доказали, 60 миллионов долларов. 60? То есть все 60 ему? Да, 60 миллионов долларов прошло. Сам Павел Павлович вспоминает, что были ситуации, когда Ельцин брал его и говорил, Паша, мне надо купить подарки моим девочкам. Едут в магазин. Бородин ездил. Борис Николаевич выбирает украшение, которое стоит 1,5. Они вместе с Ельцином ездили, Бородин и Ельцин. Да, а платить-то приходилось Бородину. В каких странах это практиковалось? Да во многих, так если. Президент России лично едет покупать цацки золотые своим девочкам. Да. А платит Павел Павлович кредитной картой банка Дальгатарда. Ему надо было изначально четко сказать, что Борис Николаевич, либо вы на это находите какое-то финансирование, но тогда бы он не работал, я думаю. Вы понимаете, что если вы будете заниматься МАБ и таксом и всеми этими счетами, Ельцина прежде всего вас убьют. Вас, генерального прокурора России убьют. Ну, честно говоря, я об этом не думал. Меня Бородюжа сразу пригласил для беседы и предложил уйти. Сразу? Да, сразу же. 27-го обыски января состоялись, которые Карла Дель Понта провела в штаб-квартире Мабитекс по нашему обращению. Она вынуждена была показать основания для обыска. Запрос генпрокуратуры подписанный. Да, и по Колле сразу узнал фабулу дела. Он быстренько перебросил. Вообще тот же вопрос. Вы допускали мысль, что убьют, если вы не уйдете? Или убьют ими? Что, собственно, они и сделали? Вот вы допускали мысль, что теперь все. Жизнь ваша изменится. Что в этом сторону... Ну, что жизнь изменится. Ну, всегда изменится. Конечно, я допускал это бесспорно и даже где-то прогнозировал. Я просто думал, что здоровых сил в России, заинтересованных в проведении расследования, да, что они все же меня поддержат. Я понимал, что мне не удастся довести до конца расследования. Понимали? Конечно, понимал. Но, объективно, ситуация сложилась так, что я по-другому не мог уже здесь. И если я ход не дам расследованию Тажа Карла, Геннадий Прошвейцарии, через 2-3 месяца после того, как мне эти материалы послали, они могут всплыть на Западе и уже с претензией... Что Скуратов, генеральный прокурор. Да, что он эти материалы подсукнул, что он ничего не делал. Вот такова цена российской юстиции была эта история. В общем, материал был уникальный. Когда человек украл миллион, это очень плохо. Когда украв миллион, он нанес ущерб на 100 миллионов. Это ужасно, и это надо преследовать. Когда произошла трагедия, изданы позиции на миллиарды... По всем направлениям. ...то это катастрофа. Поэтому хуже предательства может быть только глупость. Он еще вышел с наименьшими издержками, я бы сказал. Скуратов из этой ситуации? Из этой ситуации. Убить могло... Просто, я думаю, в окружении Ельцина, в ближнем круге возобладали такие гуманисты. Нет, был человек, к сожалению, презумпция, называть фамилию не имею права, потому что нет уголовного дела по факту, как угроз, так и подготовки убийства. Ну, был человек, олигарх, близкий к семье, который предлагал 8 граммов свинца, и все. Были оперативные сведения. Что некий господин предлагал этот вопрос решить достаточно просто. У меня даже кое-где эти сохранились, информационные сообщения. Во всяком случае, мысли такие посещали некоторые шальные головы, так сказать. Это все, что осталось, вот эти два топа, это все, что осталось в технической документации, только лишь. От БЖРК. Боевой жизнедорожный ракетный комплекс. Самое грозное оружие Советского Союза. Равных ему не было. Ни одной из стран. Ни американцы, ни французы, ни европейцы, никто. Блуждающий старт – это такая же мощная ракета, как и «Сатана», но на рельсах. Ракета называлась «Молодец». Обычный товарный состав. Крышка вдруг раздвигается в сторону товарного вагона. Раздвигается, да. И вылетает ракета «Молодец». Отводятся электропровода, которые над путями поднимаются ракеты. И вылетает ракета из товарного поезда. Да, из товарного. Мощнейшая ракета. А знаете, что там сейчас делают? Лапшу быстрого приготовления. Вьетнамцы. Вот на этом, сверхсекретном, некогда заводе. На предприятии, работавшем на блуждающий старт, Путин принимает решение к 2018 году вернуть блуждающий старт. У нас в стране было четыре, но их хватало таких вот передвижных ракетных комплексов. Четыре поезда броневика. Стратегическая ракета, еще раз, стратегическая ракета с ядерной боеголовкой в обычном, как бы обычном, товарном вагоне. Те ракеты, которые базируются в специальных шахтах под землей, их местонахождение хорошо известно. Есть космическая разведка, есть просто разведка. А вот куда по рельсам за ночь уехала ракета в поезде, в товарном вагоне? И где ее запустят? В каком регионе страны? Ищи ветру в поле, как говорится. Удивительным образом развитие наступательного потенциала Соединенных Штатов совпадает по времени с развертыванием новых и новых эшелонов противоракетной обороны. Это примерно 2018-2020 год. То есть мощный потенциал стратегический, но уже не ядерный, высокоточный систем оружия, прежде всего морского базирования. Мини-копия этого сценария была реализована Израилем против Хамаса, когда высокоточными ударами было уничтожено политическое военное руководство и те самые пусковые установки ракет Хамаса. Которыми они обстреливали Израиль? Да. А теперь самое интересное. Мы слышали, Скуратов говорил, за что платили. В том числе, там в Швейцарии на счетах денежки лежали, Марийский машиностроительный завод. А это что за машиностроительный завод? Это не головной или сегодня предприятие концерна «Антей Алмаз», чья прибыль по году последующему С-400 в серию входит? Блестящее испытание в октябре 2013 года. Заказов на 14 миллиардов. Это не тот ли самый Марийский завод, который сегодня, имея заказы вместе с Абуховским заводом на 14 миллиардов, на нашей зенитке, который к 2000 году был полностью в руинах? Буквально за неделю до его банкротства он фактически деградировал. И за неделю до его банкротства удалось создать концерн. И, в общем, спасли от банкротства этот завод. Вот пришли толковые люди, которые за очень короткое время, за два года, смогли добиться фантастических результатов. А у кого-то счет за Марийский завод в банке «Далькатарда». И не только за него, я думаю. Конечно. Руины. 2000-й год. Через 13 лет прибыль 14 миллиардов. С нулей ведь поднимались. С нулей завода. Абуховский в Питере и Марийский. Отовсюду торчала арматура. Эта картина похожа на последствия хорошей бомбардировки. Руины одни. Заводы нет, одни руины. Везде были вырваны фундаменты. Это предприятие, которое кормило всю республику. Одна четвертая часть бюджета республики. И как после бомбардировки. Да. Особенно меня поразило разгромленное испытательное поле для радиозондов. Радиоантенн. У них было огромное поле. 100 гектаров с лишним. Это просто ужас был. Просто ужас. Все разнесено в щепы. То есть платили взятки за то, чтобы не было таких вот предприятий. Скорее всего так. Скорее всего так. Ну хорошо. А как старались те же американцы, да и французы, чтобы мы, Россия, не сумели построить свой аллигатор? Аллигатор уникальный, боевой, российский вертолет. Он умеет все. Он может вести разведку, преследовать террористов в горах, атаковать танки, любую бронетехнику. Он может сражаться в воздухе с воздушными целями. Американцы имеют что-нибудь подобное? Ну у нас есть сверхзвуковая ракета «Вихрь». У американцев нет сверхзвуковой ракеты. И на вертолете она может нанести удар по танкам сверхзвуковой, она управляемая в полете. Она может нанести удар по другому вертолету, она может нанести удар и по самолету. Полеты на таком вертолете могут освоить не все страны. Мы стали закупать серийно замечательный самолет Су-34. Еще один Су-34. Да, это фронтовой бомбардировщик, уникальный самолет, который может летать на огромные расстояния. Но мы пока не продаем Су-34 за рубеж. Пока только для себя. И сейчас наша боевая авиация находится на подъеме. Сейчас военным нужно срочно подготовить около тысячи вертолетчиков и несколько сот боевых летчиков. Мы не сказали еще, что наши Ми-24 боевые вертолеты закупают кто, внимание, Соединенные Штаты Америки, Пентагон. Для своей армии наши вертолеты. Это безусловный хай-тек. Кто-нибудь об этом знает, что американцы у нас покупают? Все об этом знают. Американский Сенат об этом кричит на каждом шагу. Давайте не будем покупать эти вертолеты. Но лучше нашего Ми-24 или Ми-35 в горах в Афганских никто летать не может. Американцы вынуждены закупать у нас больше не у кого боевые вертолеты. Американцы-патриоты, они такие закупки не приветствуют. Но куда деваться у нас сегодня, у России, лучший в мире танк. Уралвагонзавод и другие предприятия, Урал и Сибирь прежде всего. Интересно, если американцы начнут закупать у нас вдруг эти танки, а им в мире действительно, еще раз скажу, им в мире нет равных сегодня. Мы, россияне, будем этим гордиться. Литье делаем сами. Сейчас мы в Полевском делаем завод. 20 тысяч тонн точного литья, чугунного. И у него уже заказов на 120%. Еще завод не пустили. А заказов на 120%. Механобоработка, все заводы машин строительной сами. Ну, такие как Уралвагонзаводы были несколько. Омск, Трансмаш, Харьков там и так далее, и так далее. Они делали, начиная от плавки и до выхода танка. У нас есть предприятия, мы сохранили твердых сплавов. У нас есть интеллектуальный потенциал. Есть предприятия, где это делать. Танк 90-й, он летает. Он танцует мазурку на одном месте. В какой-то момент он слетает и останавливается, чтобы долбануть своей пушкой по невидимой цели. Этот танк не боится воздушных атак. Когда на него пикирует самолет или летит ракета возле земля, он выплевывает какие-то частицы. Почему мы не гордимся этим оружием? Этим гордятся люди, для которых гордость жить и умереть в России. Те люди, которые управляют нашим общественным пространством, они этого боятся. Они пытаются дефамировать этот танк. Они называют его худшим танком в мире. Вот американцы с санкцией ввели против России. Антей Алмаз, С-300, С-400. Оружейный концерн Калашников. А против вертолетов, которые они у нас закупаются. Санкции не ввели. Не ввели. Им нужны вертолеты, они незаменимы в Афганистане. И запчасти нужны. Не ввели. Они думают, американский астронавт радостно полетит на МКС. То же самое космос. А как им без наших ракет? У них лететь не на чем. Как без протонов сегодня? Американским астронавтам, да, у себя на родине. И как без нас на МКС. Не ввели. Они четко понимают свои приоритеты. Они четко прогнозируют и моделируют результаты каждого шага. И более того, зачастую провоцируют. То есть там, где нас не касается или где есть опасность С-500 на подходе, тем более, зенитки, антей Алмаз, санкции. А где нам надо, и мы без России никак, мы по-прежнему партнеры. А в чем-то даже союзники, конечно. А в чем-то даже союзники. Это двойные стандарты, лицемерие. Безусловно. Здесь представлен комплекс «Корнеток». Новое легендарное тульское оружие. Комплексы «Панцирь» и «Корнеток». Сравнительно легкий противотанковый комплекс. Пусковая установка его весит 24 килограмма. А вот здесь представлен снаряд. Его стартовый вес 20 килограмм. Но он попадает без промаха в танк или другую подвижную цель на дальности до 5,5 километров. А вот его боевая часть пробивает 1200 миллиметров гомогенной брони. То есть спастись от него невозможно. Да, как только появилась такая ракета, танк не может защититься броней. Ни один танк в мире? Ни один танк. Ну, эта ракета, она чрезвычайно эффективна для уничтожения блиндажей, бетонированных дотов. Если взять пистолет Макарова, он в упор пробивает 2,4 миллиметра. А этот уже 8? А этот 8 на 15-20 метров. То есть любую бронежилетку? Да, в том числе и тяжелую. Шипунов, противотанковое оружие, панцирь, корнет, Меньшиков, Алмаз-Антей, Боев, концерн Минца, радары, космическая связь. Кстати, о работе этого концерна вообще мало что известно. Назначение концерна – это стратегическая радиолокация, связь различного уровня, да, это… Космическая, прежде всего. Это связь в космосе в том числе. Мы работаем над этими сегодня проблемами, хотя мы раньше этим не занимались, на самом деле, да. И подниматься после 90-х пришлось в полном смысле слова «с колен». Заводы были без заказов, институты сократились, ну, в частности, вот наш институт сократился в 7 раз. То есть вот масштабы бедствий, что называется, да, и мы остались без кооперации, без заводов. И практически всю кооперацию… Заново. …создавали заново. Много что сейчас возвращается. Определенный тип ракет, которые наводили ужас на американцев и были демонтированы Горбачевым, Ельцином. Вы были на заводе Хрунчево? Я был на заводе Хрунчево. Вы эти ракеты видели? Ну, я их саловал. Сильные впечатления? Ну, сильнее не бывает. Сейчас идет строительство, вы знаете, что в Северодинске Юрий Долгорукий с новой ракетой. Это подводная лодка по своим размерениям. Это вот если авианосец американский, ну его вы представляете, да? Опустить под воду, вот по размерам это примерно такое сооружение. Ну, тем более, что 90-е годы, начало 90-х годов. Ведь самые закрытые предприятия, когда вот они не имели госзаказов, ну тут же Энергомаш, им откровенно, в том числе и Ельцин, говорили, хотите работать, отдавайте свои технологии. Американцам, они будут вам за это платить. Тот же непрерывный химический лазер мы отдали, те же двигатели наши. Неужели Ельцин это сам говорил? Не люди от Ельцина? Нет, Ельцин сам, когда к нему пробивались, вот он сам давал команду. Конечно, мы же... Отдайте все американцам. Ну, и он не говорил, отдайте, а идите работайте вместе. А они нам транши обещали, кредит, чтобы зарплату выплачивать. Конечно, конечно. А Ельцин отдавал оборонку. Но до этого мы отдали технологии наших ракетно-космических двигателей, вот я говорил, непрерывный химический лазер. Мы отдали там и в области формируя сверхтвердых сплавов, многое отдали. У России появилась, наконец, совершенно новая ракета. Морская ракета «Булава». Вот он, залповый старт «Булавы». Вы видите его на экране, и она уже запущена в серию. Эта новая ракета, она значительно по весу меньше. И тоже способна решить проблему. Она очень высокого качества, в том числе она делается и с учетом меньшей вероятности поражения от противоракетной обороны. Потому что сегодня мы не должны и это забывать. Почему же никто не говорит сегодня, что 17 лет, задумаемся, 17 лет наши самые крупные, самые тяжелые подводные лодки, 17 лет плавали вообще без ракет, то есть невооруженные. Простится мне это слово. Огромные дорогостоящие железки на море, совершенно безопасные. Потому что не было ракеты. Путин, только Путин дал финансирование. Все ждали «Булавы», потому что другого ставить нечего. Все ждали «Булавы». Да, трудно летела и летит «Булава», трудно. Хотя залповый старт прошел блестяще, «Булава» уже в серии. Никто же не говорит, что два года назад в Екатеринбурге был арестован шпион. Человек, который рассказывал все про «Булаву» американцев. Главный инженер НПО был арестован. 14 лет тюрьмы. Главный инженер выдавал все то, что связано с «Булавой». Мы не будем уточнять, что конкретно. Шпионаж-то какой был вокруг «Булавы». Очень большой. Главный инженер. Главный инженер НПО. Главного предприятия. На минуточку. Давайте вспомним. 2012 год. Доклад ФСБ. Выявлено 147 агентов иностранных спецслужб. Из них 49 являются профессиональными разведчиками. Там и Англия, и Америка, и Израиль. А в Архангельске офицер топографического отделения ФСБ сдал все топографические карты секретные. 12 лет тюрьмы. Главный инженер. Это своеобразный тип безумия. И в этой среде тоже. Он и ненавидит свою страну. И влечется. Он хочет стать шпионом. Это престижно. Понимаете? Это абсолютное презрение по отношению ко всему, что связано с державными ценностями. И нежно чуждые народы возлюбил Пушкин. И мудро свой возненавидел. Какой сарказм, да? И нежно чуждые народы возлюбил. И мудро свой возненавидел. Вот эта работа контрразведки, это 2012 год. Это спецоперация. Офицеры проданы норвежцам карты на севере России. Да, это было связано тогда с нефтью, с шельфом. Директор ФСБ зачитывал, предотвращено 369 террористических актов. И арестовано 147 агентов. 369 это больше, чем один террористический акт в день планировался. Да, да. На всей территории нашей страны. Это предотвратила контрразведка ФСБ. Если постоянно в обществе поощрение тем, кто ненавидит свой народ и нежно любит чужие, если это субкультура наверху, если она диктует другим нечто, как законодательница моды, будет измен народной. И давайте уже говорить до конца. Еще недавно государство было средством войти в мировую цивилизацию. Да. Как будто мы не были в ней, да, можно из нее выйти как будто, да. И вообще что имеется в виду? Средством без мыла залезть известно куда, да. Оно было средством этого. А с точки зрения этого средства, ты человек второго сорта, а там первый сорт. У тебя связи с заграницей есть? Молодец. Ведь это поощрялось. Люди, у которых семьи за границей, капиталы за границей, и все смотрели на других, как первый сорт, на второй. А что теперь? Как изменить всю сущность государства? Триста шестьдесят девять террористических актов предотвращено в России в прошлом году. Сто сорок семь агентов иностранных. Из них сорок девять профессиональные разведчики выявлены. Я истол. Да, это целенаправленная борьба, но это не война. Против России? Это против России, но это не война. А что это? Это попытка медленного, подчеркиваю, медленного сдавливания страны. Быстро это опасно. А задача все равно остается та же. Вот то, что происходит в системе американской разведки у нас, это естественно. Когда мы признали себя побежденными. В Холодной войне Горбачев получил американскую медаль. Вот задуматься, да? Да. За победу Америки над Советским Союзом в Холодной войне. Горбачев принимает эту награду из рук американцев. За их победу над нами. Да, ну и Борис Ельцин тоже поступил не лучшим образом, когда он заявил, что наша цель – встраивание в западное цивилизованное сообщество. То есть любой ценой влезть вот в чужую совершенно цивилизацию. И для этого пригласили десятки тысяч различного рода советников. В том числе и у Чубайса, прежде всего. У Чубайса. Учубайса. Учубайса. Советники американские. По сути дела, на самые закрытые участки обязательно был пропихнут такой вот. Или свой человек в качестве советника, или был завербован кто-то из наших. 26 специалистов ЦРУ работало в министерстве. У Чубайса? Да. Он официально их взял на работу? Официально взял на работу. 26 агентов ЦРУ? Да, конечно. В госком имуществе у Чубайса это называлось все отдел технической помощи и экспертизы. Кадровые работники Центрального разведывательного управления под видом советников отдела научной экспертизы. Совершенно искренне не хочется в это верить. Я не хочу верить, что Чубайс об этом знал. То есть как? Это исторический факт. Вполне разумный человек не мог этого сделать. Он сумасшедший. Когда Владимир Поливанов в тот год губернатор Амурской области сменил Чубайса на посту руководителя госком имущества на стояние Коржакова. Я это помню. Поливанов не мог войти на шестой этаж своего министерства. Американцы там во главе с Джонатаном Хэем, а его чин в ЦРУ равен званию полковника, разведки забаррикадировались. Они там документы жгли. Власть неожиданно поменялась вместо Чубайса новый начальник. Поливанов, бывший губернатор Амурской области, совершенно неизвестный им американцам человек. Но ты знаешь, что эти люди были преданы суду в Америку? Вот я к этому и веду. И само Центральное разведывательное управление Америки называет имена Джонатан Хэй. И другие их представители, вот там у Чубайса, в 2004 году, 10 лет не прошло, да? Они же долго работали. Там с 92-го и до прихода Поливанова получают тюремные сроки за то, что Джонатан Хэй и его коллеги вот тогда в те годы в Москве лично обогатились на приватизации. Совершенно правильно. Получили акции наших, в том числе оборонных заводов, в личное управление. Так более того, в решении суда округа Массачус было сказано, именно ошибка США заключалась в том, что вот эти два главных советника, Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй, они продавили назначение Чубайса на то, чтобы возглавить программу приватизации промышленности. Программа приватизации, которая разработана была где, давайте скажем, в Гаврарский институт Соединенных Штатов Америки. Когда американцы так прочно обосновались в госком имуществе, они ведь направления целые разделили между собой. Шлейфер одно направление ведет, атомное. Хэй, общее руководство плюс металлургические заводы и подножь их подножь. Где было наше МВД? Вот ты, генерал-летеран, ты занимаешься экономической безопасностью в том числе. Андрей, во-первых, я... Где были мужики наши? Я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь. Все ведь знали, что у Чубайса целый этаж, вход по особым карточкам на этот этаж. Поливанов войти не мог. Став руководителем, ЧОП пришлось вызывать, ЧОП, дверь ломали, а Хэй там бумаги сжег. А потом еще, расскажем, в тюрьму пошел в Америке, не у нас, а в Америке, за преступления экономические, которые они у нас совершили и налоги не уплатили. Хэй, Шлейфер и другие, разбогатев на приватизации в России. Где вы все были? Вы генералы? Во-первых, МВД не занималась экономической безопасностью. Этим должно было заниматься КГБ. Ты про американцев знал, Чубайса? Нет, я не знал, конечно. Не знал. Хотя я был член Верховного Совета. Не знал. Но мы все равно лезли в эти дырки. Вот если БХСС уже практически не действовал, то Управление по борьбе с организованной преступностью... Ну и что? Что получило в итоге-то? Самый главный вопрос. Их американская оборона от того, что нас разрушили. Все, что хотели, все и получили. Все. И стало американским. Да. В нескольких местах я знаю людей, которые, когда Гайдар с командой подъезжали на машинах, а они были тогда, ну Гайдар помню, руководителем как бы правительства, к их заводам они давали предупредительную очередь из пулемета. Неужели был такой? Было. Гайдар приезжает на завод, премьер-министр, и раздается очередь предупредительная в воздух. Мы тебя не пустим. Да. И Гайдар разворачивается и уезжает. Да. Никаких санкций, ничего. Ничего. Неужели правды? Да. Еще раз, приехал премьер с визитом. Ну как же, не пустить, он же премьер. Не пустите все. Все уже знаем, все понимаем. Стреляют люди в гости. Хотите нас, снимайте. Хотите, делайте что угодно. Это вот так директора защищали дело своей жизни, свой завод? Было, было. Понимаешь, вот сейчас это легко говорить. Как же мы тогда? Мне более того, обо мне даже один полковник написал, что вот Гуров боролся со львом еще до того, в 91-м году. Мало кто знает, что ты, увидев как лев, которого так любил его хозяин, ну раздирает парня. Берберов, да, замечательный архитектор бакинский. А лев вырвался из-под контроля. Приключения итальянцев в России. Лев Кинг, его звали, вырвался из павильонов и напал на студента. Шок первая степень, большая потеря крови. А ты получил в диказ тогда застрелить льва. Шесть выстрелов, седьмой попал в ухо, и он... Из пистолета. Из пистолета Макарова, да. Убить льва из пистолета невозможно. Первый случай в мире, как доложили щелку. Ты, конечно, совершил подвиг. Парень спасли, потом он умер через несколько лет. Он начал пить, а тогда спасли. А вот действительно, тогда ты льва убил. А что же вы этих-то вот львов-то? Даже информации такой практически не было. Мы бунтовали там как депутаты. Во-вторых, никто тебя туда не допускал. Хорошо, когда Владимир Поливанов сменил Чубайса и все стал говорить как есть. Его ведь Поливанова тоже никто не услышал, по большому счету. Да, да, именно так. Голову об стенку и практически в вакууме. Вы же сразу сказали про этого Хея. И про Хея, и про шлейфера. И как бумаги они жгли. И Коха мне удалось уволить по собственному желанию. Альфред Кох. И он как раз отвечал за приватизацию оборонной промышленности. Коха, это практически самый активный был антироссийский деятель. И когда вас через 70 дней попросили из госкому имущества, 70 дней, продержался Поливанов на посту председателя? Его приняли назад, да. Интервью Альфреда Коха, Нью-Йоркскому радио, передача «Есть мнение» журналиста Бузакашвили 23 октября 1998 года. Каков ваш прогноз? Вопрос журналиста будущего России на завтра и лет через 10. Ответ. Сырьевой придаток. Безусловная эмиграция всех, кто умеет думать, но не умеет работать. Копать, например. А умеет только изобретать. В последующем превращение в десяток маленьких государств. Вопрос. И как долго это будет длиться? Ответ. Думаю, в течение 10-15 лет. Мировое хозяйство развивалось без СССР. И теперь, когда появилась Россия, она никому не нужна. Еще раз это говорит человек в ранге вице-премьера российского правительства. 98-й год. Россия никому не нужна. Она только мешает. Цены сбивает своим демпингом. Поэтому, я думаю, ее участь печальна. Вопрос. Прогнозируете ли приход в Россию инвестиции? Ответ. Нет. Потому что Россия никому не нужна. Не нужна Россия. Никому смеется. Как вы не поймете? Вопрос. Ну, а если новое правительство попытается что-то сделать? Ответ. Да какое это имеет значение? Как не верти, она обанкротившаяся страна. Могут ли быть реформы? Вопрос. Приемлемы для России? Ответ. Если только она оставит свои разговоры о духовности русского народа и о социальной роли его, если же они будут мы, то есть, замыкаться в национальном самолюбовании и искать особого подхода к себе, русские ничего не сумеют сделать. Они так собой любуются, восклицательный знак. Они ведь потому до сих пор восхищаются своим балетом, своей литературой, что не в состоянии ничего нового сделать. Выступление по радио в Нью-Йорке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова